Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei, 56 урок. В этом уроке я вам покажу модуль, который позволит вам делать для вашего шаблона, для любого шаблона. Конечно же, если шаблон у вас имеет каркас, то есть блоки шаблона не растянуты во всю ширину браузера. Например, шаблон выглядит у вас вот так, что сзади есть такой вот некий фон. Сейчас вы видите, здесь стоит обычный шаблон Protastar, и вы видите, сзади я уже поместил некую картинку. Очень легко с помощью этого модуля можно вставлять картинку, делать, например, повторение для неё, чтобы, например, загрузить паттерн. Как правило, паттерн – это такая маленькая картиночка. Её повторяют много-много раз, и она показывает большой сзади фон, как будто бы это одна литая картинка. Или же загрузить большое одно изображение, или же просто придать цвет заднему фону. Также можно сделать, чтобы на каждой странице был разный фон. Давайте перейдём на наш рабочий сайт и установим данный модуль. Вы сейчас видите, что у меня заднего фона никакого нет. Так, давайте установим модуль. Данный модуль вы сможете скачать на моём сайте, ссылочка будет под этим видео. Устанавливаем, как обычно. Переходим к расширению менеджера модулей. Вот данный модуль. Заходим в него. И сразу опубликуем. Заголовок скрываем. Позицию можете взять любую. Я беру баннер, позицию. Привязка. Давайте сделаем. Только на главной пока. А из других страниц отключен. И здесь простые настройки. Первый background color. То есть мы можем задать цвет бэкграунду заднему фону. Давайте начнём с этого. Кликаем по этому квадратику и выберем какой-нибудь цвет. И сохраним. Обновляем сайт. И видим, что сзади у нас зелёный цвет везде. Мы сделали только для главной. Если я перейду на материал, соответственно, здесь уже нет. Потому что мы, например, хотим здесь другой цвет задать. То мы такой же модуль с вами разместим на другую страницу. Дальше давайте попробуем загрузить изображение. Если у вас не паттерн. Если у вас просто одна литая картинка, фотография. То я вам советую использовать Full HD. Это 1920 на 1080 пикселей. Кликаем на кнопку выбрать. И с компьютера выбираем изображение. Я выбираю вот это изображение. Открыть и загрузить. Выбираем вставить. Ниже опция background. Повторить. И кнопки. По умолчанию стоит повторять. Здесь можно выбрать повторить по оси X. Или повторить по оси Y. Или кнопка не повторять. Давайте сделаем не повторять. И посмотрим, как это будет сохранить. Обновляем. У нас встает сзади картинка. По ширине все нормально. Она у нас видна. Сейчас ее видно, потому что она у нас зафиксирована. То есть смотрите, тоже как вариант. Мы прокручиваем сайт. Смотрится эффектно. А картинка стоит на месте. За это отвечает последняя опция. Стоит кнопка Fixed. То есть фиксировано. Если выберем Scroll. То будет прокручиваться вместе с сайтом. Обновляемся. Видите, я кручу. И вместе с сайтом прокручивается картинка. Но здесь есть такая ситуация. Картинка у нас заканчивается. И здесь идет цвет. Как раз таки и следует здесь повторить. Цвет можем убрать, например. И выбираем повторить по Y. Сохранить. Смотрите, видно, что у нас картинка обрезается. Обновляемся. И она у нас начинает повторяться снизу. И чем сайт наш длиннее. То есть статьи много на одной странице. Она у нас никогда не закончится. По Y будет всегда повторяться. Если вас такая ситуация устраивает, то оставляем. Но я лучше сделаю Fixed. В принципе, вот и все настройки. Теперь как сделать, например, чтобы на другой странице... Вот если я перехожу в материалы. Чтобы тут была либо картинка, либо цвет. Вот хочется мне, да, например. Что мы делаем? Мы идем с вами в менеджер модулей. Создать. И вот он самый верхний. Еще один. Создаем копию данного модуля. Заголовок скрыть. Можете также назначить позицию ту же, которую вы выбирали. Например, цвет синий. И здесь главное выбрать страницу, да. На главной у нас уже все есть. Я хочу на страницу материал. Или же на все другие страницы. Нажимаю сохранить. На главной, видите, у нас остается та же страница. Перехожу на материал. А здесь у нас голубой фон. Таким образом, мы можем на каждую страницу задать индивидуальный фон. Или указать цвет. Вот и все, в принципе, об этом модуле. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев